Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в Дракономанию! Ежедневный бонус мы с вами получаем, это тысячу еды и какой-то свиток. И да, друзья, вы просто мне завалили личку в этой игре и вашим кодом дружбы воспользовались. И это очень круто. Спасибо вам, друзья, что вы ко мне добавляетесь как бы в друзья, как бы это ни странно звучало. Алмазная акция. Тратьте алмазы и получите невероятные награды. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что тут вообще за участие мы с вами можем получить. Ягодные друзьяшки. Это что у нас? А, о, ага, точно, я понял. Сейчас мы этим займемся. У нас есть здесь куча подарочков, мы их постараемся заполучить. У меня их осталось всего из 70 совсем немножечко. Эй, три штучки осталось поймать, но вроде как мы уже поймали. Да, вы получили предметов и отлично, мы сделали это. И, а куда надо? А даром, да, походу делал даром, но нужно зайти. Не хватает припасов, у меня есть для вас склад совершенно бесплатно. Опачки, у него есть склад совершенно бесплатно. И давайте зайдем в друзья. Все-таки вы ко мне надобавлялись и нужно вам за это отплачивать. Как вы видите, я постоянно своим друзьям отправляю различные подарочки. И ни одного только вот нового пропустил. И все, вроде как больше никому ничего не нужно отдавать. И да, если кто, друзья, хочет, хочет ко мне добавиться в друзья, тут есть кодик специально. Ну-ка пригласить, можно как-то же, можно же как-то пригласить или нет? А, вот, вот, вот мой код. Если кто хочет получать от меня постоянно каждый день подарки, я раздаю им. Вот по этому коду 13CB4BF. Приходите по этому и добавляйтесь ко мне в друзья. Будем друг другу подарочки давать. Ну и до 15 уровня тоже было бы круто докачаться. Сообщения и подарки. Да, ну-ка давайте-ка разберемся, что тут у нас. Пожалуйста, добавьте меня в друзья. О, тренер добавился ко мне в друзья. Сейчас мы быстренько соберем и продолжим уже играть. Мы сегодня будем выполнять кучу заданий. Ой-ой-ой, столько подарков мне надарили. Вы себе можете представить. Ох, сколько еды. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. И я вам такие же, видимо, подарки, да, отсылаю, как я понимаю. Так, отлично. У меня уже скопилась большая сумма. Рубеж достигнут. Вот золотые ручки. И что это такое? Рубеж дружбы достигнут. А, так это же рубежи дружбы. Отлично. Не забывайте чаще проверять список заданий. Окей. Давайте мы с вами посмотрим, как у нас наши дракошки. Надо с ними хоть поздороваться. Всю еду взять. У нас же тут еще яйцо есть. Надо, чтобы вылупился наш маленький дракошка. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как там дела обстоят. Так, наш маленький дракончик должен вылупиться. Эй, малыш! Вы посмотрите! У нас родился новый Саламандра! Какой же он прикольный! Смотрите, какие глазки у него. И у него... Ой. Он очень миленький. Он очень крутой! Саламандра вообще просто очень крутая. Так, нет свободных жилищ для нового дракона. А где он будет жить? Давайте узнаем, где он может спокойненько жить. Атака огня и атака земли. Окей. Окей. Саламандру нужно куда-то точно поселить. Так что мы с вами сегодня постараемся улучшить. Давайте вот улучшим вот это вот здание. Но нам нужен восьмой уровень. Значит, мы с вами отправляемся на задание. Мгм. Интересненько. Давайте-ка зайдем вот сюда. У нас есть тут ост. И нам нужно его потренировать немножко. И попробуем. Готовы, друзья? Я готов. Вперед, вперед, вперед. В точку. В точку. И снова еще одного викинга. Повалили. И ост... Ой, это не трогаем. Девочку не трогаем. И эту тоже девочку не трогаем. А вот этого викинга и еще одного мы с вами победили. Отлично. Практика доводит до совершенства. Идеальная тренировка без промахов. Отлично. Мы с вами и здоровье увеличили. И урон. Это очень, это очень хорошо. Давайте мы сейчас накормим нашего малыша. Посмотрим, как он вырастет. У меня, в принципе, еды очень много. И я бы хотел... Вы получили предмет. О, мы получаем постоянно предметы? Это каким таким образом? Давайте до десятого уровня прокачаем нашего оста. Это... Опачки. Поздравляем. Благодаря этому храму ваши драконы могут перейти на следующий уровень. Необходим храм ветра. О, давайте его прикупим. Может быть, действительно мы можем... О, да, храм ветра мы с вами можем купить. Храм огня, храм ветра. Давайте храм огня построим. У нас как раз есть малыш для этого дела. И через 7 минут у нас будет готов храм огня. И мы с вами сможем отправиться дальше. У нас есть еще тут наши любименькие. Ой, ты мой хороший. Как живо. Я вас всех люблю, дракошки мои. Ладно, давайте мы его накормим. А то он очень сильно проголодался с нашей последней встречи. Мы ему сейчас быстренько-быстренько накидаем еды. Я думаю, он очень сильно проголодался. Мы с ним, наверное, целую неделю не встречались. Но все-таки я к нему пришел, его покормил. Так, мы сейчас пойдем, я думаю, квесты проходить. И храм огня необходим. Так, это хорошо. Мы сейчас этим займемся. Вот он у нас строится. Естественно. А это что такое? Так, чудесное предложение. А, это снова предложение на один день. Да, со всякими скидочками и тому подобными вещами. У нас Нимар 10 уровня. Нам нужно еще и Декса покормить. Дексик, Дексик. Уть-уть-уть. Давайте я сначала погладим. Или, да, давайте я его сначала поглажу. Нам нужно его немножко развеселить. Да, малыш, ты должен. Ты должен веселиться, чтобы быть самым большим. Ну и, конечно, я сейчас тебя накормлю. До 10 уровня надо его все-таки прокачать. Он тоже один из самых моих любимых дракошек. Он, кстати, по-моему, самый новый, да, мой дракон. Так что его нужно очень-очень много-много-много кормить. Потому что скоро будет еще один дракошка. И он-то нам точно покажет свою силу. Так, у нас еще есть один. Один лот. Он седьмого уровня. Его будет проще всего накормить. Потому что он, по-моему, выше всех уровнем. Отлично. Давай-давай-давай-давай-давай. Наворачивай еды. Много нужно. И, конечно, мы можем еще и храм купить ветра. Сила заключения в стенах этого храма поможет драконам ветра подняться до более высокого уровня. А, вот оно как. Так, кристально чистая вода этого волшебного фонтана вернет юность тому, кто молот душой. О, это интересненько. Ну-ка, у нас есть еще тут ферма. И три из четырех есть. О, стать випом. Активировать вип. Да, я хочу вип получить. А как тут вип получать? Купить вип. О. О. Ну-ка, что дает вип вообще? Так, время разведения уменьшено на 20%. Максимум энергия портала. И показать мой вип в рейтинге. Ага, а у меня есть вообще эти кристаллики? Я их могу купить или нет? У меня 300 кристаллов. Я хочу быть випом. О, вы вошли в элиту драконоландских тренеров. О, круто. Мы стали элитой. О, круто. Мы теперь випы. Ну, у меня просто было достаточно кристаллов. Мне даже денег не нужно сюда вкладывать. Это хорошо. А уровень 2, он нам доступен. В общем, у нас оказывается тут вовсю... Ну-ка, продлить вип статус. А, еще на 20 дней. Я понял, я понял. А здесь мы можем... Так, смотрите рекламу. Нет, все. Мы улучшить пока ничего не можем. Ладно, идем дальше. Посмотрим. За 25 монет с помощью этого здания вы сможете собирать золото со всех своих хижин одним нажатием похоронилищу. О, вот это я понимаю. Чего? Вы можете покупать недостаточный ресурс за алмазы? В смысле? Там же 25 было написано. Чего? Почему нас... Нас обманули, что ли? Ха. Кстати, какого мы с вами будем выводить следующего динозаврика? Можно фермера. А есть поп-арт и есть земля. Мне кажется, очень круто выглядит фермер. Он очень круто... Ну, мне нравится он очень сильно. Я хотел бы его. Но и поп-арт очень необычно выглядит. Он блондин. У нас дракон-блондин. Это очень странно, но прикольно. Так, ну мы их выведем, я думаю, после того, как у нас будет местечко для нашего нового малыша. А этого малыша мы, кстати, можем куда-нибудь поместить. А давайте мы это и сделаем. О! Это что такое? Литл Пони. А, это реклама. Так, разместим его. Нет свободных жилищ для нового дракона. Как так-то? А куда его тогда помещать? Может быть, мы с вами каких-то из драконов можем перенести в другое место? Все равно хотите тренировать этого дракона? Ваш нынешний дракон-герой тренируется в течение... А, не-не-не. А как их, интересно, переместить? А, у нас просто еще через 3 минуты, да, только будет местечко. Так, ну что ж, все-таки давайте здания уже наконец-таки выполнять. Мне уже хочется самому их выполнить. И отправимся сюда. Нам нужно здесь как гнездовье. А что делается в гнездовье? Смотрите, новая функция. Нажмите на этот значок, чтобы узнать рекомендации по выведению. О, это хорошая штука. Кодекс драконов рекомендует вам начать выведение высшеперечисленных драконов. Ну, окей, хорошо. Пчела, лава и пыль. Окей, это очень интересно. По венам этих драконов течет лава. Но ученые доказали, что их жизненная сила больше похожа на... По консистенции на растопленный шоколад. Странно, правда? Ну, в общем, конечно, это очень интересно. Но у меня в первую очередь важны другие драконы, честно говоря. Я хочу других вывести драконов. Пока что подождите. Так, у нас задания есть еще какие-нибудь? Так, выведите три дракона с использованием стихии земли. Ага, улучшите жилище земли до второго уровня. Так, это нам чуть-чуть осталось до восьмого уровня. И тут есть битвы же, точно. Мы же совсем забыли про битвы. Погнали, может попробуем это сделать? Так, тут есть и лава, дым и лава против огня. Кто нам против огня поможет? Что-то я уже не помню. Ха, я даже подзабыл. Так, изменить тут у меня нужно на десятый уровень. Так, опа, опа, ост. А что это такое над остом? Это что, ост, а что над твоей головой? Это очень как-то странно. Эм? Так, 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 так. А, все, в бой. Погнали в бой, друзья. Мы спасли доктора Хогвина. Академия открыта для тренировок. Но безопасность в Драконоландии оставляет желать лучшего. Большинство островов в Драконоландии заброшены. Магические шахты остались незащищенными. Давайте остановим викингов и вернем все под свой контроль. Окей, сейчас этим и займемся, друзья. Нам только нужно... Ого, ничего себе, вот это я понимаю. Сила атаки. Хо-хо-хо-хо. Вот это я понимаю. Вы видели? 532 силы атаки. Я просто с одного удара, с одного удара уничтожаю этих драконов. Вау, это было прекрасно. Вот так, получайте негодные викинги. Академия драконов восстановлена. И мы не собираемся уходить. Эй, что это? Свиток? Давайте отнесем его Хогвину. Ну, что ж, вперед. Мы выиграли, друзья. Мы победили. И это было прекрасно. Мы с вами большие молодцы. И мы справились с этим заданием. Хоть оно было очень простым. Нам нужно отправляться дальше. А вы видите, тут есть какие-то... Ой, давайте-ка мы сюда вернемся. Потому что в прошлый раз у нас были здесь огромные проблемы. Сейчас, мне кажется, мы очень быстро разберемся с этими драконами. Хочу всегда сказать динозаврами, но они все-таки драконы. Ничего себе! Они даже могут составить нам конкуренцию. Серьезно? Да, вот такой вот удар получай. И наш Огненный Дракон, как всегда, теряет силу. Так, Водяной Дракон не может, не может идеально... О, а ему хватило, хватило урона. Отлично. Ну, это наш. Это наша главная цель. И, естественно, мы его победим. Вперед! Отлично! Идеально! Идеально! Мы просто могущественные драконовыводки. Ну, кто тренирует? Тренера Драконов, да. Лучше Тренера Драконов называть себя. Так будет интересней. Кстати, что там? Что там? Что там? Нам дают вообще дополнительные награды. Это VIP-награды, да? Как я понимаю, еще плюсом опыта дают кучу. Ничего себе! Вот это я понимаю. Хорошо! Так, нам тут дали еды немного. Мы тут можем что-нибудь получить. Это я? А! Это типа я на карте или что? А, вот где! Все! Я понял, что это за значок. Оказывается, это обычный значок. Ладно. Это обозначает, что я здесь. Так, идем дальше. Идем дальше. Нас тут встретит ветер, пыль и ветер. М-м-м-м. Ладно. Попробуем, попробуем. Приют-склады. Я думаю, что мы легко пройдем. Ария пишет нам. Еще одна горгулья. Отлично. Помню времена, когда в Драконоландии никто даже не ведал о таких странных существах. Зато я смогу излить на вас всю свою ярость в бою. А то Олаф реально как-то так говорит, а я его по-обычному считаю. Правда, Орю, конечно, мужской. Так, давайте мы сейчас сконцентрируем на бою. Нам нужно 100% победить. Эх, чуть-чуть. Я хотел самый сильный удар проделать, но у меня не получилось. Так, идеальный удар. Отлично. Идеальный удар сработал. И мы уничтожили этого Дракона. Но ничего не остается нам, как победить следующего. Вот этого точно нужно победить. Идеальная атака. Ха-ха-ха-ха. Мы сделали это. Мы с вами большие молодцы. И, конечно же, побеждаем и третьего. Опять свитки. Викинги глупые. Но получать пользу от них излишняя либеральность. И очень приятно. Хм-хм. Ария. Мы с тобой получили много-много-много-много опыта. Что-то так очень медленно опыт-то идет. Я думал, намного быстрее мы с вами будем с этим справляться. Но, как мы видим, задания сегодня у нас просто идут один за другим. Как хорошо, что я прокачал сегодня наших драконов. Так, у меня все драконы уровня 10. Надо будет их сейчас сходить. Автовыбор? А как сделать автовыбор? Ну-ка. Да. А, я все правильно. Я правильных драконов постоянно выбираю. Круто. Слушайте, хорошо, что тут есть автовыбор. То я, бывает, запутываюсь. Давай используем полученный урок на практике. Покажем викингам, что их шансы на победу равны нулю. О, это что за новый дракончик, друзья? Это офигенный новый дракончик. Так, давайте покажем ему, насколько мы сильны. Сейчас продемонстрируем ему нашу атаку. Слушайте, а это насколько пробьет? Так, отлично. Не-не-не-не-не, спасибо, спасибо. Ну-ка, слушайте, а давайте идеальной атакой. Опа, слабая атака. Слабая, понимаете? Это была еще слабая атака. Ага. Отлично. И, слушайте, против этих драконов лучше всего использовать огненную змею, так сказать. Все-таки драконы, мне кажется, это змеи, да? Или кто это? Мне кажется, это больше на змей как-то они похожи. Так, отлично. Огнетыржащая моя змея уничтожила другую огнетыржащую змею. Это просто потрясающе. Благодаря тебе ты сможешь восстановить академию. Благодаря тебе мы сможем восстановить академию и вернуть себе драконоландию. Дракономанию. Почему драконоландия? Мне почему-то больше название нравится дракономания. Не знаю. Я так буду продолжать называть эту игру. Мне так больше нравится. Не знаю. Так, ну что ж. Мы идем дальше, друзья. Мы идем дальше. Сейчас посмотрим, может быть, там какие-то задания можем выполнить. Но пока у нас идет очень все легко. И пока у нас есть энергия. И мы можем играть абсолютно спокойно. Так, Ария пишет. Знаешь, в бои все такое круто. Но с тех пор, как я играла в обычные настольные игры, сто лет прошло. К сожалению, в настольных играх нельзя выиграть свитки. Это и то верно. А что за свитки? О каких свитках она вообще ведет речь? Так, и покажем свою силу все-таки. Отлично. Мы все-таки большие молодцы. И стараемся победить всех. Так, отлично. Идеальная атака. Просто идеальная атака. Ага. Тут просто добивающие удары, наверное, сделаем. Отлично. Мы с вами большие молодцы. И, кстати, знаете, как лучше, наверное, в следующий раз выбирать тактику? В следующий раз, наверное, нужно будет первых по очереди побеждать. То есть... Так, нет, стоп. Вот это вот выберем. То есть сначала лучше не нижнего побеждать, а именно верхнего, который позже всего ходит. Да я думаю, это будет лучше, чем мы сначала нижнего побеждаем, потом он нас ударяет. Лучше сначала верхнего победить, чтобы на один удар было меньше. Когда я пошла учиться к доктору Хогвину, даже представить не могла, что когда-нибудь одержу победу над викингами. Это в очередной раз доказывает, что я правильно сделал, бросив карьеру доярки. Чего? Ария была раньше дояркой? Серьезно? О, я даже не знал. Вот это, да. Вот это интересная история, действительно. Так, ну что ж, мы должны сегодня заполучить восьмой уровень. Я очень сильно хочу это сделать. И, наконец-таки, проапгрейдить всю свою деревню. Отправляемся дальше. А что это такое? Так, за этим старыми вратами сокровища, большущие сокровища. А, сокрытые, закрытые большущие сокровища. Не просто их открыть, нужно попросить о помощи. Вау, друзья, ржавые врата. Легенды посоветуют о несметных сокровищах, которые ждут своего часа за забытыми вратами Драконоландии. У вас должно быть один друзей, чтобы пробраться через ржавые врата, перегородив дорогу. А, я понял, я понял. Ну, давайте попробуем попросить друзей, друзья. Ну, ладно, я к вам, к вам обращусь. Открыть врата. О, мы можем пройти сюда. Тоби, спасибо тебе за то, что ты мой друг, и ты мне помог пройти дальше. Так, ну что ж, мы с вами сейчас можем получить награду. Оу, оу, а что это? Что это? У меня не хватает энергии? Серьезно? Я настолько заигрался, что у меня просто-напросто не хватило энергии идти дальше. Окей, значит, оставим это на потом. Так, давайте посмотрим. У нас тут новая заданица. И 200 опыта мы получили. Восьмой уровень. Вы открыли храм земли, ферма Академия Дракона второго уровня, жилище земли второго уровня, жилище огня второго уровня, ой, третьего уровня, ничего себе. Награда. Один кристалл. Исследуйте руины в поисках сокровищ на десятом уровне. Оу, спасибо большое, мы это сделали, друзья. Задание выполнено. Выполняйте задание, получайте бонусные награды. Вам нравится Дракономания? Хогвину нужны ваши отзывы. Если вам нравится... Да, конечно, игра очень крутая. Я уже оставил свой отзывчик. Не знаю, почему тут... А, ну, видимо, она не учитывает, когда просто так. Сообщение и подарки. Вот, видите, прям подарки в прямом эфире приходят. И Даша333, спасибо тебе за подарок. Надеюсь, я тебе... А, кстати, можно же тоже, да, отправлять сейчас подарки. Можно создать клан для доступа в крепость. Клан достигните двадцать пятого уровня. Окей, двадцать пятый уровень уже скоро, друзья. Я сделаю клан, и мы... Давайте в комментариях напишите, какой клан создать. Какой клан создать, и мы с вами действительно сможем быть в одном клане. Так, ну что же. Нам нужно сейчас немножечко проапгрейдить ферму. Мы же можем это теперь сделать. За десять тысяч мы можем проапгрейдить все наши фермы. Вперед, вперед, вперед. Идем на улучшения. Хотите посмотреть короткие рекламные ролики, получить алмазы? Нет, спасибо. Так, это что у нас? Вы точно хотите переместить этот предмет в инвентарь? Нет, не хочу. Стоп, стоп, это что? Это мы... А, хорошо. Подумаю, после продажи... А, не, 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 не. Нам только улучшать. Так, а кстати, за улучшение мы будем с вами получать синий орех, драконья чешуя, драконовая ягода. Хоу, прикольно. Путь к сердцу дракона лежит через желудок, выращивая еду здесь. Вот такие делишки. Итак, нам нужно еще что-нибудь найти интересненькое. М-м-м-м. А, кстати, у нас же тут новый храм появился. А мы его еще улучшить не можем. Улучшить мы его можем только на 30-м уровне. Серьезно, на 30-м уровне. Это довольно-таки круто. А здесь на 12-м. А здесь тоже, скорее всего, на 12-м. Или нет? Мы можем улучшить! Друзья, давайте... Все, мы все улучшаем. Абсолютно все я хочу улучшить. Сто процентов. Золото у меня есть на улучшение. Здесь мы пока что ничего сделать не можем. А вот здесь Беллу, кстати. Мы Беллу так и не накормили. Надо будет Беллу накормить. Конечно. Если мы можем что-то сделать, мы это делаем. Обязательно. Так, 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 так. Ну, Беллочка, кушай, кушай, кушай. Надо ее еще будет погладить. Пока мы ее, конечно, закормим по полной. Эй, Белла! Ты куда ты? Ладно, пускай она съест это все и получит 10-й уровень. Все, она получила 10-й уровень. Она стала достаточно сильной. И у нее 301 атака. О, это неплохо. Я хочу посмотреть, как Белла в бою. Ну что ж, давайте-ка мы поместим нашего малыша, нашего маленького саламандрика. Разместим мы его. Нет свободных... А куда его размещать тогда? Стоп. Саламандра и огненная и... Мгм... Стоп, я что-то не понимаю. А как мы... А мы можем переместить куда-нибудь драконов? Или никак? Или никак нет? Ну-ка, за 1000 монет... А, за 1000 монет мы еще можем прокачать дракона? О, это я понимаю. Ну-ка, давайте. Ой, девочка. Викинг! Викинг! Давай-давай, викинг! Еще один! Ай, нет-нет-нет-нет. Эта девочка была... Отлично, отлично! И главное, чтобы снова девочка. А то я чуть в прошлый раз не плюнул огнем в девочку. Это было бы ужасно. Так, идеальная тренировка. Без промахов. Отлично. Показатели увеличены. А где же все-таки... Как я могу дракона перенести в другой, что ли, храм? Что еще в храме делается? Ограничение уровня дракона. Улучшите этот храм, чтобы справиться с драконами высокого уровня. А, эти драконы... А, я понял. Эти храмы просто для того, чтобы улучшались наши драконы. Это как, грубо говоря, наше обучение здесь происходит. Так, это хорошо. Древний портал. А мы его можем улучшить. Максимальная энергия. Мгновенное улучшение. 50 кристаллов. Оу. Оу. Улучшите портал, чтобы он содержал больше энергии и был полезнее в битвах. Давайте мы улучшим портал. Я считаю, это очень важная штука. И 550 опыта нам дали. Это достаточно круто. О, вот это я понимаю. Это действительно круто. Так. А что-то у нас есть еще. Академия драконов. О, это интересно. Хогвин. Я совсем здесь запустил. А, я совсем здесь все запустил. Еще до нападения викингов. Расскажу об этом, пока мы наводим порядок. О, я там прибираюсь, видимо. Хогвин. Чтобы выбрать дракона, который будет отрабатывать навыки в Академии, нажмите на него. О, это интересно. Я бы хотел Нимра немножечко прокачать. Выше перечислены стихии ваших драконов. Выберите ту, которую хотите улучшить. У. Я хочу, да, я хочу драконов именно вот этого выводить. Нимар. Хотя у меня, возможно, будет потом лучше дракона. Я не знаю. Так, давайте попробуем на нем сначала прокачаться. За 3000 монет мы с вами можем взять огненную стихию. Мудрое решение. Вы выбрали огонь. Как вы видите, у всех навыков есть 6 уровней. Ага. Последний уровень это мастерство. Когда вы его достигнете, то должны будете выбрать один из двух особых эффектов. Знаю, знаю. Я забегаю вперед. Извини, это все. Ах, да, свитки. Так, свиточков у нас 8, да? Свитки нужны для изучения навыков. Их можно добывать в битвах. Чтобы забрать свитки у викингов, получите 3 звезды за задание. Вот и все, мой юный друг. Дальше вы сможете исследовать мир самостоятельно. Будьте осторожны. Знания сила. Спасибо большое. Но, о, смотрите. Наш дракон пошел на обучение. Взял портфель и пошел обучаться. Как-то круто, как-то здорово. Ну что же, что у нас тут вообще еще есть? У нас что-то вроде как добавилось. Только я что-то не вижу. Что нам добавилось-то? И все, все, яйцо, яйцо, яйца, здание и усе. А, зелье гнева. Что такое зелье гнева? Зелье гнева драконов моментально восстанавливает силы во время боя. Соберите как можно больше. Окей. Алмазы портала восстанавливают энергию перед битвами на карте компании. А, слушай, это хорошая штука. Это хорошая штука, но пока она нам не нужна, так сказать. И давайте посмотрим задания, какие есть еще. Получить дракону, дракона-пчелу. А мы же его вроде уже получили, нет? Кажется, да? Так, нам нужен храм земли один построить. Храм огня мы построили. Давайте храм ветра построим. Где-нибудь потом, 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 потом. Давайте еще на здание зайдем. Так, улучшите жилище земли. А мы его улучшаем. Так, мы же его улучшаем вроде, нет? Да? Ну, да. Да, вроде улучшаем. Так, а где мы можем с вами еще посмотреть, что мы с вами можем построить? Тик, 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 тик. Вот, вроде мы здесь можем что-нибудь еще построить. Здание. Так, ферму. Одну. И надо будет, знаете, надо будет здесь навести порядок. Потому что здесь все в разнобой. Нужно будет очистить немного землю и построить все, что мне захочется. Наконец-таки уже. Так. Ага. То есть огонь мы с вами, ветер. В этом жилище все при... В этом жилище все пристегнуто. В смысле? Так. Это жилище. Есть здание. Фонтан. Фонтан. Акция. И украшения. Не, ну украшения нам пока не нужны. Угу. Давайте мы тогда... А, наборы карт у нас есть. Открывается на уровне 12. Ого. Ну-ка, что это такое? Набор карт. Инфо. Содержит одну случайную карту. Среднее количество наград за открытие предмета. Набор карт 100 штук. Фрагменты дракона 29 штук. Фрагменты дракона 24. Фрагменты дракона... А, ну все, я понял. Здесь мы с вами можем фрагменты, как я понимаю, доставать. Отлично. Ладно, жилища мы должны какие-то все-таки построить рано или поздно. У нас есть тут огонь. Мы их можем... Мы их можем достаточно много построить. Так что давайте-ка мы освободить место, чтобы разместить новые предметы. У нас просто-напросто места уже не хватает. Ну ладно, сейчас мы с вами откопаем. За 4 тысячи, ты серьезно? Мы сейчас все вот эти деревья подкапываем, потому что они нам просто-напросто мешают, мешают. За 16 тысяч, за 16. Слушай, ну это надо будет все-все-все убирать. Мы с вами золотишко, я надеюсь, накопим еще. Но это все-все-все нужно убирать. Потому что мне нужно дальше строиться. Так, задание выполнено. И здание выполнено. Отлично. Ну что ж, мы вроде как сегодня справились со всем, с чем можно было справиться. И мы с вами большие молодцы. Обязательно, обязательно, друзья, добавляйтесь, добавляйтесь ко мне в друзья. Приглашаю вас к себе в друзья. Я вам буду постоянно подарочки отправлять. И, естественно, вам с меня что-то тоже, видимо, придет. Как мне с вас вот дали вот такого вот дракончика. Дракон поп-арта. И фермера дали дракона. Вот такой вот фермер. И постоянно от вас приходят подарки. Спасибо вам за это. Я вас очень сильно ценю. И давайте, друзья, соберем, я не знаю, давайте 150 лайков наберем. И я сделаю новую серию. Ну, а мы с вами прощаемся. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И в скором времени мы сделаем клан. Чтобы не пропустить этот момент, обязательно нажимай на колокольчик. Ну, ладно. Увидимся уже очень скоро в Дракономландии, в Дракономании. Почему-то я хочу Дракономанию именно назвать. У меня уже скоро тут все-все-все восстановится. Мы продолжим эту борьбу. Натренируем крутых драконов. Почему бы нет? Ладно, все. Удачи. Пока-пока. Пу.